Я сталкиваюсь с таким вообще в первый раз в жизни. Плюньте им в глаза. Цена у меня была 120 тысяч рублей. Я была приблизительно вот таким человеком. Я тоже. Над которым все смеялись. Ребятушки, мы сегодня решили с Ксюшей прогуляться, причем по местам ее учебы на территории МГУ, и потом хотим пойти на Воробьевы горы. Здесь на удивление вообще людей нет, хотя такая классная территория, тихо, куча деревьев. Ходим, тут вспоминаем свои годы учебы. Ксюша рассказывала очень интересную поучительную историю, я прям захотела ее записать, про встречу с одноклассниками, как все может перевернуться. Обычно вот есть в классе популярные какие-то девочки, мальчики, которые очень хорошо со всей школой общаются, такие все популярные, такие офигенные. На расхват, да. Да, на расхват, а есть те, кто, ну, к примеру, там хорошо учится. Обычно эти люди как раз и подвергаются там и насмешкам, и приколам, и все такое. Вот я была приблизительно вот таким человеком. Я тоже. Над которым все смеялись. Я очень хорошо училась. Я была при переходе вот в эту там, да, хорошую школу, я была такой примерно ученицей. Училась на пятерке, все вообще отлично. Но я ходила в очках, тихоня была, вот. И все, все при любой возможности, ну, хотели или как-то издеваться. Подкалывать, да, постоянно. Да, 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 издевались, подкалывались. Козел отпущения, короче. Вот. И спустя где-то, получается, 10 лет после окончания школы я сходила на встречу, ну, и как-то все изменилось. И моя мисс была медленной, сладкой и пассивной. Да, 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 да. Да, когда я увидела этих офигенно популярных девочек, да, которые жизнь свою, в принципе, по итогу не особо-то и устроили, ну, и выглядят как-то не очень. Если ты в момент, ну, обучения в школе ты был такой крутой, офигенный, это не говорит о том, что твоя жизнь сложится дальше так же. Я даже вот больше для себя мысль, что когда вы вот к цели идете, в какой-то этап у вас может, ну, не супер, вы еще там не достигли желаемого уровня жизни, там, своей внешности, но никогда не поздно все изменить. И когда вы себя там даже с кем-то сравниваете не в свою пользу, помните, что это все, ну, постоянно меняется, и время покажет, и все, жизнь расставит на свои места. Вот, главное не опускать руки, а вот идти в своем направлении, потому что вот эти все плевки в спину, тачки пальцем, всякие желания отложить вам козью какашку на порог и так далее, это все в итоге оборачивается против самих людей, и главное, что без вашего участия просто. Вы просто тихо делаете свое тело, стремитесь к чему-то, а дальше даже не надо план мести вынашивать, ой, моих там недоброжелателей наказать, все, жизнь сама прекрасненько сделает. Для наших молодых лет, я думаю, это точно так же актуально. А что, сколько нам там, блин? Ну да, мы еще молодежь. Маленькие, маленькие. Да, крошечным хвостиком можно пренебречь. Главное, что еще впереди куча возможностей, и если вдруг у вас в окружении есть кто-то, кто там вот так вот на вас зыркает, плюньте им в глаза. И все. Не добились. Ну, ментально, мысленно, да? И просто идите к своей цели. И через время вы сами поймете, что все сложилось так, как надо. Самое интересное, знаете, что я здесь была, вот прям на этом месте. Когда мне было лет 9, мы с художественной моей гимнастикой, с тренером приезжали, было соревнование, чемпионат России по гимнастике, мы ехали, я помню, на поезде, в плацкарте. В эту же поездку я первый раз была в Макдональдсе, где она нам по гамбургеру купила по огромной ледяной фанте. После соревнований это вообще такой восторг был. Так что минутка возвращения в прошлое. Ребята, огромный всем привет. Я сейчас еду на встречу с ананаской. Сто лет мы с ней собирались увидеться. На самом деле, ну, у меня такая... Блин, это звучит, конечно, очень самонадеянно, но мне целая очередь. И в общем, я к тому, чтобы не обижались. Я просто не успевала со всеми сразу встретиться. Вот в порядке поступления заявок они вынуждены чуть в очереди поставить, потому что у меня, ну, время не как бы ограничено. А скоро мы едем в Краснодар, еще оно сожмется. Но по мере возможности я стараюсь встретиться со своими старыми знакомыми. Вы не поверите, я сейчас проезжала мимо Феодора-Двинятина. Ну, точнее, как эта команда КВН была моя любимая. Сейчас я, насколько знаю, он тоже единый персонаж. Так вот он стоит с желтым огромным пакетом возле почтобанка. У меня был огромный порыв. Он поверился боком выскочить, там, не знаю, сделать селфи совместно, потому что много вечеров. Я пищала от восторга, просто просматривая выпуски КВН. Вот она, Москва, выехал по делам, встретил кучу знаменитостей. Вы не поверите, зашли мы в Альфа-банк, и здесь оказалась работать Настя на подписчица. Ее от меня практически вырвали в последние секунды общения, потому что она и так от меня мечтала избавиться отправить меня на маникюр куда-нибудь, потому что ей там уже бежать надо. Но так мы классно провели время, пообщались. Единственное, ну, это мои отросшие ноготки, которые уже пора чинить, потому что снимаю такими руками видео просто неприлично. Я должна прихорошиться. Припудрить носики. У меня сейчас все встречи со знакомыми девушками заканчиваются разговорами об одном. Угадайте, о чем. Где рожать, почему рожать? Да, кто как рожала, все равно кто в Москве, кто где, зачем, сколько, у какого врача. И я тут собираю мнения, у меня уже своя статистика. И оказывается, Настя мне рассказала, что не обязательно даже покупать какой-то дорогущий коммерческий роддом. А можно? Расскажи, как. Ну, на самом деле, у нас очень сильно распространено, что есть клиники определенные, там, Лапина, еще что-то, которые очень дорогие. И в них там все берут классную палату, как будто ты в отеле, все очень круто. Но я как-то к этому спокойнее отношусь. Я рожала в обычном городском роддоме, заплатила за платную палату. В ней лежала и первый, второй раз. У меня все было индивидуально, все чистенько, все аккуратненько. Она одна была в палате? Я была одна в палате. Посещение можно, передачки можно. Очень классный персонал у нас был, и все это как бы в обычной больнице отремонтировано просто новое крыло, и вот никаких претензий нет. Но ценник, знаете, не совсем такой государственный, все равно, скажешь? Цена у меня была 120 тысяч рублей за проживание и за роды. Три дня. То есть это контракт. Да, контракт. Но вот а дорогущие идут от 300. Ну, то есть, плюс у меня была моя акушерка, еще 50, и того, сколько, 170. И тут получается... Еще анестезиолога не было. Еще вот это, да, и получается там, ну, 200-200 с чем-то. Или бы ты идешь в дорогущую, где у тебя от 300, там, 300, 250, ну, то на то и выходит. Но в целом, если ты идешь сама, может, ты хочешь со всеми рожать, с шестью сидеть. А, о, о! Дядечке тоже интересно. Мой заплакал, тот заплакал. Короче, тут, да, такая палка о двух концах на самом деле. Всем интересно послушать, как рожать. А я знаю, что вот так. А я не могу. Глены так вот лопаются здесь. Серьезно? Так, ребят, хочу вам рассказать, как я сейчас ходила на маникюр. У меня такая история вообще в первый раз в жизни. Я пришла, вся такая воодушевленная, место сетевое, и в принципе, ну, довольно такое симпатичное, но не супер пафос выглядит, честно говоря, изнутри бюджетника. Хотя цены я вам позже скажу, во сколько мне маникюр обошелся, очень, да, вам передают привет. Дняжечка не знала, что объектив спереди, а не с той стороны. И только я присаживаюсь, мастер маникюра мне говорит, а вы хотите чай, кофе? Я такая думаю, вот это сервис, класс, говорю, ну, если можно чай. Она черный, зеленый, я говорю, черный. И она такая раз удалилась и приносит мне меню, где написано чай 200 рублей. Ну, кофе тоже в районе 200 там, причем как интересно, что у тебя сначала спрашивают, будешь ты или нет. Но это, думаю, что это, как всегда, в салонах там предлагают. Мне даже в Лениной всегда без проблем 4 чашки чая приносят, если я там прихожу на маникюр, педикюр, и длится все это 4 часа. Я, конечно, согласилась, да, а потом, когда тебе дают там стоимость уже, уже как-то неудобно. Ты же не нищеброд, да, типа, блин, еще 200 рублей, мой бюджет этого не вынесет. И типа нет, вот, и поэтому я такая и сделала вид, что вообще каждый божий день я только и делаю, что ухожу на маникюр, где надо покупать себе чай. Если честно, сталкиваюсь с таким вообще в первый раз в жизни. Причем это не просто там, знаете, супер бюджетный вариант конструктор, когда все по 2 копейки, но каждое дополнительное движение стоит вам еще доплату, да. Типа хочешь бюджетный маникюр, но если захочешь чай, доплати, типа того. А здесь маникюр мне обошелся в 3 700, в 3 700. Когда я платила, короче, мне сразу вспомнилась там бриллиантовая рука, и у меня просто вот такая вереница кадров перед глазами пролетела. Что я могла себе купить? Это эти деньги, это обычный гель-лак и все, мне даже там не обрезали кутик, просто пилочками ее там как-то подпилили, не аппаратный маникюр. И я такая думала, боже, я в Краснодаре всей семьей месяц на маникюр и педикюр ходила за эти деньги. Ну, в общем, вот такие дела. И 200 рублей в эту стоимость включен чай, то есть так было 3 500, ну, плюс чай 3 700. Короче, я думаю, ну ему нафиг, тут вот эта фишка не прокатывалась. Знаете, когда ты, ну, как у нас в Краснодаре, просто идешь, зашел в ближайшую, там, самую первую попавшуюся кафешку, ну, знаешь, что без трусов тебя не оставят. Как бы плюс-минус цены так, ну, не сильно там отличаются. Вот, но, а в Москве, походу, вообще другой расклад. И тут реально ты можешь, ну, с виду, знаете, такой бюджет-бюджет, садишься, там, 200 кресел в ряд, ну, вот, чтобы делать сразу штабелями все. А потом тебе, как бы, ну, такой очень даже небюджетный счет, и каждый чахпы дополнительно надо оплачивать. Короче, я сейчас иду, пытаюсь найти метро, вот, потому что я теперь в жестком режиме экономии. И какой-нибудь там такси буржуська себе позволить не могу. Еще я там немножко цены в прайсе поснимала, ну, под видом на будущее, но на самом деле я поняла, что мне еще работать и работать. Короче, там можно делать еще макияж, ну, типа, собираться целиком с прической. Так вот, если вы хотите не подключить макияж, а этапами, например, глаза у вас уже накрашены, так вот тон стоит, просто тон, 1700. Ааа, откуда? Отдельно брови 500, там, стрелки отдельно 500. Ну, в общем, я сейчас иду вот с этими перечислениями, чувствую себя старая банка, которая критикует цены на булочки. Не, ну, серьезно, как? Алиса, ой, освоила вот такой вот у нас круг, специальный для малышей. Довольно безопасный, мне кажется, развивает мышцы пресса, то есть сам разгоняешься. Давай, я помогу, давай. Обычно скандал такой устраивает. А ну-ка, опа, опа, держись крепко. Вот классные такие абсолютно новые качели. Я у нас, честно говоря, вообще таких не видела. То есть обычные брусья у нас там, такие качели, вот такие качели. А здесь вот, как ни посмотри, везде что-то такое, что ты не знаешь, как на это садиться и на какой рычаг нажимать, чтобы она сработала. А ребенок приходит и все понимает. Давай, сама разгоняйся, держись ручками. Давай, разгоняйся. Вот, умничка. Опа. Вот, например, такая еще, смотрите, качеля. Вообще просто рельса и на ней вот эта моноседушка. Прям из будущего просто. Редактор субтитров А.Семкин